Патрик Бабумян Я где-то 3-4 раза в неделю, в то же время мне приходится следить за тем, чтобы не переусердствовать. Параллельно получаю высшее образование, сейчас вот дружусь над своей дипломной работой по психологии. Соответственно, мне нужно как-то поспевать и за учебой, и за спортом. Примерно 6 лет назад, когда я наверстывал занятия в вечерней школе, меня стали посещать некие мысли, которые не давали мне покоя. Мысли были примерно такого плана. А вписывается ли потребление мяса в мою общую жизненную философию? Я очень люблю животных, потому и задался вопросом. Раз я ежедневно поглощаю мясо животных, то смог бы я убивать их ради этого собственноручно, если бы возникла такая необходимость? Ответ был нет. И этот внутренний конфликт продолжал меня изматывать. В подобных размышлениях я провел пару дней и в конце концов доразмышлялся до того, что употреблять мясо — это неправильно в принципе. Таким образом, 6 лет назад я перестал покупать и есть мясо. Чего я тогда знать не мог, так это то, как все это скажется на моих тренировках. А результат был такой. В течение первых 6 месяцев без мяса у меня начался огромный всплеск достижений. Эти два сценария развивались параллельно, то есть я являюсь вегетарианцем с тех пор, как занимаюсь силовым экстримом. Силовой экстрим — это по большому счету попытка рассудить, представитель какого ныне существующего вида спорта самый сильный. Стронгмен поднимает, толкает, бросает и тянет все возможные тяжелые предметы, которые только можно себе представить. Среди прочего, он повелевает грузовиками и самолетами, поднимает над головой стволы деревьев, перетаскивает и бросает стиральные машины. Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни пытался поднять стиральную машину, например, при переезде. Все в курсе, какая она тяжелая. И когда вы видите, как кто-то носится с этой бондуриной в руках или отшвыривает ее от себя, то можете представить себе, насколько это круто. Тому, кто не ест мясо, постоянно приходится выслушивать, что организм будет типа страдать от нехватки белка, железа или черт знает еще каких питательных веществ. И, как я уже сказал, я и сам заметил, что после отказа от мяса мои достижения улучшились. И что это просто бредовый стереотип, будто мясо как-то положительно влияет на дееспособность или просто на самочувствие человека. Мне ведь потребовалось 26 лет, чтобы вкурить, что для меня есть животных — это ненормально. И теперь я этого не делаю уже 6 лет. А все эти 6 лет, в свою очередь, я размышлял о следующем этапе в этом начинании. Вообще-то я уже с первой минуты знал, что именно это должно стать конечной целью. Я говорю о переходе на веганство. Надеюсь, что к концу года это осуществится. Уже сейчас я с дичайшим энтузиазмом готовлю и экспериментирую, чтобы разрулить все так, чтобы это не шло вразрез с моим образом жизни. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok